всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня наконец-таки на канале будет очень очень простой всем привычный рецепт однако мне хочется верить что хотя бы для половины из вас одна деталь сегодняшнего рецепта окажется новостью проверим я собираюсь приготовить и показать вам стандартные почти стандартные котлеты по данных с картофельным пюре маринованными огурчиками и соусом а вот здесь у меня лежит фарш эта смесь довольно постной говядины и более-менее жирной свинины заехал вчера в магазин и выбрал парочку таких приличных кусков мяса для котлет конечно нужно жирная свинина к сожалению вчера выбор был представлен шейкой жирный но не настолько насколько мне бы хотелось я чтобы не терять сегодня ваше время попросил пропустить выбранные куски через мясорубку в готовый фарш который у них лежит на лотках они добавляют свой белок антиоксиданты щекут ерунду то мне такого не надо так что сегодня для полной готовности фарша на котлеты мне нужно добавить сюда лук чеснок ну и соль перец и тот самый неожиданный надеюсь для вас элемент бородинский хлеб корки с ним конечно срежу да вот такой вот поворот какой-то маленькая история когда-то давно мы жили тогда еще в россии я вернулся после работы домой и жена поставила перед тружеником тарелку с ужином залью молоком это были котлеты но какие-то были котлеты вкус был настолько насыщенным они были настолько мясные что кажется такого мяса просто не может существовать природе это были да не передать словами я конечно тут же начал пытать ненаглядную как как она добилась такого вкуса она покочевряжилась сначала как водится потом таки сдалась я говорит бородинский использовала вместо белого есть одна тонкость если в котлеты добавлять только бородинский вкус будет очень насыщенный но сами котлеты будут одновременно и более плотные и более разваливающиеся а вот если взять бородинского и белого пополам то вкус конечно будет чуть-чуть послабее чем если только с бородинским но зато котлеты будут одновременно и более воздушные, более пушистые, и разваливаться при этом не будут. Пропущу все через мясорубку. Сначала лук, чеснок, а затем и весь хлеб. А теперь надо добавить соль, перец и все хорошенько вымесить. Вымешивайте тщательно. Сейчас идет не просто достижение однородности, нет, от механического вот этого длительного воздействия, от длительного вымешивания фарш становится более клейким, и котлеты лучше держат форму. И еще момент. Хлеб я добавлял в качестве разрыхлителя, чтобы котлеты были более воздушные, более нежные, более пушистые, так скажем, но хлебный мякиш прекрасно удерживает влагу. Поэтому, чтобы котлеты были как можно более сочными, сейчас в фарш надо добавлять жидкость. Вот. Смотрите, какая консистенция сейчас. Ну, явно можно еще плюснуть водички. Сейчас вы спросите, а чего это яйцо не добавляешь? Да, яйцо повышает клейкость фарша, но вместе с тем оно и делает котлеты более твердыми, а я хочу есть более воздушные котлеты. Смотрите, на первый взгляд кажется, что фарш слишком жидкий. Спокойно, все будет нормально. Фаршу надо постоять в холодильнике хотя бы час. Там же есть жирная свинина, а жир на холоде застывает, так что не переживайте. Фарш охлаждается, а у меня есть время заняться соусом. И начну я с чистки яблока. Да, не удивляйтесь. Основа этого соуса именно яблоко. Твердое, кисло-сладкое. Его надо поджарить, потомить на сковороде вместе с луком. Идеальный вариант использовать шалот, как я использую. Если у вас такого нет, сначала обжаривайте лук на прозрачности, обычный репчатый. Только затем добавляйте яблоко. А в случае с шалотом можно отправлять его одновременно с яблоком. У него-то горечи гораздо меньше, чем у обычного репчатого. Жарить буду на сливочном масле. Тут очень важна его сладость. Лук и яблоки. Вот так. Огонь не сильный. Чтобы добавить эдакую пикантную нотку, использую подкопченную паприку. В Испании она называется ньорос. Если у вас ее до сих пор нет, можете добавить ложки 3-4 готового барбекю соуса. Того, который имеет аромат дымка. Только не сразу, вот сейчас добавляйте, а чуть позже. Я скажу, когда. А эти кусочки надо разбить в пыль. Я для этого воспользуюсь такой вот насадкой к своему чудо-агрегату. Она выполняет вообще-то роль кофемолки. Новички на канале, не торопитесь с вопросами. Был уже обзор этого агрегата. Вот щелкайте и смотрите, если интересно. 10 секунд. Готово. А что у нас тут творится с яблоками? Вот. С яблоками все отлично. Уже мягкие. Надо добавить ароматов. Кольячок. Запах обожаю. А вот на вкус не нравится. Поэтому использую исключительную готовку. Осторожно. Не спалите себе растительность. Аромат просто сногсшибательный. А вот спирты выгорели. Запахи и вкусы остались. Время добавить паприки. И перемешать. Буквально минуту еще. Ароматические вещества в большинстве своем жирорастворимые. И я хочу, чтобы сливочное масло впитало в себя все ароматы добавленного перца. Вот нью-йорусов этих. Подкопченой паприки. Ну и вот теперь время протертых томатов. Отлично. Я использую консервированные. Если у вас свежие, то учитывайте, что их надо гораздо дольше по времени выпаривать. У них воды больше. Так. Немного соли. Немного бальзамического уксуса. Вот так. Перемешать. И попробовать. Соль есть. Пряный вкус. За него отвечает подкопченая паприка. Кислота есть. Не хватает, пожалуй, сладости. Яблоко было недостаточно сладким. Так что сахару сюда. И не хватает жгучести, как я и думал. Поэтому заранее приготовил два вот этих красавца. Так что исправлю положение. Вот, собственно, на этом этапе. И надо балансом названных мною вкусов добиться идеального, для вас идеального сочетания. Думаю, что вот этого будет достаточно. Соусу еще 2-3 минутки и можно выключать. На гарнир, я вас предупреждал, я собираюсь подать картофельное пюре. Ну, чистку картошки и варку не буду показывать с вашего позволения. Так что встретимся с залепкой котлет. Все запомнили? Ну, или записали, по крайней мере. Поехали. Опять воспользуюсь приемом, который я уже показывал. Подготовлю бумаги для жарки. Для новичков коротенько поясню. При обжаривании чего бы то ни было, на сковороду падают такие отвалившиеся кусочки панировки, частички вот этой вот еды, которую вы жарите. Они начинают гореть. Это ухудшает вкус и масло продуктов. Такая вот прокладка из бумаги очень сильно экономит время, ну и повышает качество вашей готовки. Ну, представьте, если вы ответственный кулинар, то перед закладкой второй партии продуктов, первые вы вытащили, вам масло с этими горелками нужно со сковороды слить, с коварду помыть. А тут просто собираете бумагу с этим вот грязным маслом, с этими прижарками всеми, выбрасываете к черту, кладете свежий лист бумаги, опять добавляете маслица, и у вас опять чистенькая сковородка. Бонус. Да и горят на бумаге эти отвалившиеся кусочки панировки, ощутимо меньше. Панировать можно как в муке, так и в сухарях, кому что больше нравится. Я, как видите, использую сухарную крошку и на сковороду. Жарю на рафинированном масле. Температуру сразу делаю выше среднего, чтобы получилась такая прижаристая корочка. Картошное пюре готовил за кадром. В составе молоко, соль, сливочное масло, огурцы маринованные, магазинные. Честно сознаюсь, и парочки, я думаю, хватит для начала. Пахнут чертовски аппетитно. И завершающий штрих. Соус ароматный, яркий. Куда там, по купному кетчупу. Вот такие простецкие котлеты. Надо уже срезкать кусочек. Я вот сказал про завершающий штрих, имея в виду соус. Мужская часть аудитории наверняка понимающего смехнулась. Ну, вы-то знаете, что на самом деле является завершающим штрихом при поедании котлет. Ой, запах. Обожаю этот вкус. Класс. Бородинский реально решает. Как отдельно пюре и соуса. Чтобы рассказать про ощущение от соуса. Офигительный соус. Вот реально, это офигительный соус. Яблоко создает такую классную основу для него. Вот просто супер. Надо готовить этот соус. Не знаю, сколько он будет храниться. И ни разу не давалось его прохранить больше, чем вот сегодня приготовил. И вечером он уже не хранится. Кончился. Короче, берите рецепт на вооружение. Готовьте котлеты, если вам понравился этот вариант. Спасибо за компанию и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok